Много уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата, продолжаем с вами говорить о поддельных золотых монетах Рима Николая II. В прошлый раз говорили с вами про так называемые армянские, говорили об их основных чертах, и я смог продемонстрировать вам гурты нескольких таких монет, даже с разными датами, но сразу уточняя, что это относительно свежепроизведенные монеты. Это достаточно хорошая поработка как деталей, так и гуртов. Но встречаются варианты самые разные. И вот сейчас я продемонстрирую вам три монеты в совершенно разном качестве исполнения. Все они при чем? С одной датой 1899 год. Год самый массовый. Монеты 1999 года зачастую чеканились сильно изношенными инструментами. Гуртовой инструмент также имел многочисленные выкрашки, разрушения. Поэтому гуртовая надпись часто плохо видна, не имеет ряда элементов. Все это, конечно, сказывается на процессе выявления подлинников и подделок. Да к тому же монеты 1999 года, явно имеющие какие-либо следы обращения, относятся к так называемым инвестиционным. Они внимательно при приобретении их не рассматривают. Это и приводит к ошибкам, покупкам инвесторов или просто людьми, которые хотят сделать заначку в золотых монетах, приобретению поддельных монет. И вот в данном случае у нас в ряд лежат три золотых десятки 1899 года, все поддельные. В середине так называемое характерное армянское число относительно новых, с неплохо исполненным, но все же отличаемым гуртовым. Ближе ко мне, ну совсем простенькая подделка, вероятно, относящаяся еще к 80-90-м годам, как раз когда именно за счет превращения добытого золота в монеты, его пытались как-то легализовать, перевозить, хранить с минимально опасным с точки зрения закона способом. Здесь и сам размер монеты не соответствует оригиналу, и толщина ее больше, что говорит о низкой пробе используемого металла. Соответственно, монету пытались сделать шире оригинала для сравнения относительно веса. Ну и, конечно же, сам гурт, вы это увидите, весьма смешно выглядит, такая подделка легко отличается. Но подчеркиваю, это отличается тогда, когда вы ее разглядываете. Будучи приобретенной в куче с другими монетами и просто взвешенной в составе кучки, эта монета вполне может пройти под видом сильно ходившей оригинальной 10-рублевой монеты. Ну и, наконец, дальнее, относительно свежее изделие, недавно ставшее поступать на нумизматические рынки, с хорошим исполнением, поработкой как деталей поля, так и гурта. Прекрасное написание гуртовой надписи, хоть и значительно отличающейся от оригинальной. Но тут как раз тот самый случай, когда гурт отличающийся, но красивее, чем на многих оригинальных монетах с датой 1899. Будьте внимательны при приобретении монет, внимательно рассматривайте и поле, и гурт монеты, по возможности консультируйтесь с специалистами. Специалисты, сотрудничающие с каналом «Заметки нумизмата», всегда готовы вам помочь. Но, конечно же, также обращаю ваше внимание, что гарантированно отличить подделку от оригинала можно только, подержав монету в руках и посмотрев на нее вживую. По фотографии можно лишь некоторой долей вероятности опознать качественную подделку, а иногда и подлинники из-за разрушений, связанных с их судьбой, кажутся похожими на подделки. Поэтому только осмотр монет вживую дает вам значительную гарантию. Будьте внимательны, будьте осторожны и всегда не стесняйтесь обращаться с вопросами на наш канал. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok